Промозаик Лав представляет книгу — Куда, совушка, путь держишь? — В поле лечу, мышей ловить, малых дедушек кормить. А ты куда? — Я в лес, добычи искать, моим орлятам корм добывать. Испугалась сова за своих детей. — Батюшка Сизый Орел говорит. — Будешь по лесу птиц бить? Не погуби моих дедушек, малых совенятушек. — Да как же я узнаю, какие дети твои, какие не твои? — Что ты, Орел, как моих не узнать? Краши их, во всем лесу птичек нет. Обещал Орел совиных деток не трогать и полетел в лес. Нашел одно гнездо. Сидят в нем птенчики маленькие, хорошенькие. Желтые ротики разевают, пищат жалобно. Не трону их, думает Орел. Видишь, какие хорошенькие. Пожалуй, не совиные ли детки. И полетел дальше. Нашел другое гнездо. В нем птенчики еще лучше, а в третьем еще красивее. Что же тут делать? Обещал сови ее деток не трогать. Надо держать слово. А в каком гнезде совинята не знает Орел. Во всех птенчики хороши. Летал-летал Орел по лесу. Вдруг видит большое гнездо, а в нем пятеро птенцов. Головы большие, круглые, шеи тонкие, сами голые, кое-где пух торчит, глаза кошачьи, носы кривые, орут противным голосом. Вот так уроды, думает Орел. Уж эти, наверное, не совиные дети. Схватил их, передушил и тащит к себе. А навстречу ему сова. Батюшка Сизый Орел, что ж ты это сделал? Погубил моих детушек, малых совинятушек ненаглядных. Да разве это твои сова, детки? Твои-то ты говорила красивые, а хуже этих я во всем лесу не нашел. Что ты, Орел? Уже чего моих детей краше? Стало быть, недаром пословица говорит. Дитя хоть криво, да отцу с матерью мило. Спасибо.